еремин александр у меня из косточки абрикоса серафим абрикосовое дерево с прекрасными вкусными плодами внимание шайбу и так из косточки абрикоса серафим показано себя пальцем вырос абрикосовое дерево с прекрасными вкусными плодами весом 30 грамм а из косточки слива сувенир востока выросли сливы с плодами 47 51 грамм 50 50 по виду абрикосы были такими же как сливы не что такое не извините абрикосы сливы спутать но дело в том что абрикосы легче слив вот ну хорошо есть мужчина и различать абрикос слива ну ладно но зато вы уже знаете что абрикосы легче слив так вот если чё тут говорит 30 грамм из косточки серафима успех тем более вы пишете вкусные прекрасные плоды то сувенир востока для меня это открытие меня вы же ребята достаете как валерий константинович что выросли с косточек сувенира а я каждый раз отвечаю отчет его знает я ни разу и не врачу и так перед нами кто там у нас а и так граждане я вас поздравляю это успех почему потому что есть еще противники противники злые в африке гориллы злые крокодилы они буквально сжирают нас а согласись мой брат юрий железов чем много нервов попортили да у тебя то абрикосы то оказались съедобные своих костю а вот еще один пример вот а как сказали нам эти выпускницы тимиразевых кандидаты и проще нам не надо знать то есть вот тебе плевок в морду а нам не надо знать что там на самом деле это наш праздник юра железов юрий владимирович это наш праздник каждое такое наш праздник и еще александр дорогой фотографии умоляю фотографии вот видите вот так это живем там оскорбили давление подскочила пришло такое письмо давление на место и так покажи вы вот эта фотография моя вот у меня был вот здесь я вам показал весь этот год я забыл какой пятнадцать тринадцатый у меня памяти нет вот окрасились почти все абрикосы розовая стали нет и так желтая стали оранжевые стали красными и один год получился вот это чудо возможно с ним надо было работать науки но наука сюда дорогу не знает четыре дня ехать на поезде или там три на самолете четыре часа вот денег у них нет и не было и никогда не будет уже это понятно уже давно разочаровались что они насчет способны никто не в этот год надо было хватать этого жар птицы за хвост и выдернуть хотя бы перо вот это звали выдернуть перо жар птицы но не выдернули а на самом деле что получается в следующий год она опять была желтая вот так но осталось памяти прекрасная фотография его смотрите внимательно на верхнем снимок вот ее использовал например павел николаевич тросенко до победа это его сайт то есть него а наш с ним сайт это он такой сайт сделал сайт сделал так вот она ничего не меня не путаю внимание а а потом когда я его нашел господи 6 такое купить в москве цена 200 рублей вот мы сейчас подойдем как одному разговору интересному там цена 120 рублей и так купить в москве цена 200 рублей значит кто-то используя эту фотографию и где гарантия что это тот кто купит у них саженцы за 200 рублей что у нее такая будет понятно вероятность ноль знаете почему потому что это один год а потом она стала даже ухрупнилась два раза но стала желтой желтой вот совершенно другое то есть это еще неустойчивое было равновесие такое вот что мичерина почитайте так с вечером место детектива и вы поймете что это такое молодые деревья насколько они неустойчиво и опять купить москве уже 240 рублей ставки растут но до бутылки водки не дотягивают нет вот и вот случилось я когда эти цепи взял я сразу вспомнил и так сегодняшний разговор я двух словах потому что фильм выйдет послезавтра фильм телемост то есть чек вот то что я сейчас скажу вам вы должно вас вызвать ужас и боюсь это бьет охоту человек абсолютный ноль вообще 0 я своими словами рассказываю а вы увидите фильм потому что там будет его голос без обмана мичуринский институт назвал имя отчество заведующего кафедры и этот почему это заведующий кафедры сторону этим заниматься я не знаю но он ему высыл две тысячи саженцев груш то есть всех а и по вам сказал что где-то 6 на 5 или 6 на 4 думаю что это выросли вот представляете 6 на 5 вот это примерно 6-7 гектаров вы чувствуете а сколько денег и вдруг он говорит это важный разговор ребята кто-то из вас еще не один вляпается 120 около 120 рублей пусть 120 120 рублей умножим на 2000 четверть миллиона согласно и впереди огромнейшие расходы потому что он только рот открыл что он собирается капельный полив а мы это будем ниже проходить а у меня все только одному как будто там на небе кто-то связывает ниточки своеобразный узор вы поймете что это такое ему ни в коем случае как он как хорошо отговорил вроде вот хотя от этого не легче но у него есть по крайней мере бочка с до колеса уже хорошо когда-то у меня был трактор и бочка на колеса дальше значит когда он их посадил партия 1 тысячу 2 тысячу его должны были еще и консульт добился что этот завкафетер будет его консультировать он новость узнает адрес узнает я не знаю сколько серьезно и вот когда он сказал когда я начал пытать у него начали сажаться погибать одному год второму первой партии два года второй год и они начали погибать я горит отрезаю это очень важно почему здесь возможно вы финт от не увидите а те кто видит за фильм не посмотрят то что здесь не обязательно как каждый будет смотреть и там и тут время то деньги много времени надо чтоб все ус усвоить он его даже подрезал тот товарищ завкафетер и даже заучил его оставляй метр а все что выше отрезаем а вы все это вот столько вот я сразу сказал недостаточно но это уже другой вопрос он должен был не столько отрезать а столько оставить почему сейчас поймете когда эти метровые остались выше отрезал они начали у него умирать сверху вот так примерно как он рассказывает 1 от всех отрезал опять отсохла отрезал тут ему парень во первых ты конечно прокололся на том что 2 2 сразу отрезать много а потом я задал вопрос а где корневая шейка тебе что-нибудь тебе сказал он же должен с ним консультироваться он у меня в отчаянии попросил платную консультацию но счет платная он понятно послал представляете от человека беда я с него еще деньги беда страшная ему завкафедры я не повторяю милость это запоминать не стал я не буду искать его где вот так и на дом мичуринский институт для сансович вы там были там саженцы видели выращивать что выращивать это уже я потом вас отдельно попытаешь потому что ну нельзя же так то значит у нас она почти по прививку или по прививку закопать и это грушу который на сантиметр лишний закопают настолько она сгнивает однозначно хоккея абрикос а тем более поливает еще быстрее с ним я говорю ну хоть там зайку с холма на что это такое в общем полный ноль значит консультация от того доктора наук его саженцы 2000 и все это дохну дохну он мне позвонил в отчаянии подробнее получил его фильм он выйдет первым послезавтра но уже то что я сказал меня самого ужас привело четверть миллиона простой парень абсолютно неопытный я потом правда уже под конец вам немножко гряду и если руки не опустите скорее всего а первый совет мы особенно у него вторая партия 1000 штук более-менее посажена без извращения первое все-таки заглубил корню шейку я вот эту первую партию ты чувствовал по так вот бери выгребай выгребай выгребающий корневой шейку может еще успеешь пасти потому что возможно он не успел толком прижиться поэтому и отсыхает вот так вот так вот так вот в общем все сказал большинство из вас прекрасно меня понимает о чем мы говорили а здесь я просто наткнулся вот на это вот у вас подошли за люди такие вот чужой людям голом мороси единственный год единственное дерево на всю планету